Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Могла остаться инвалидом-колясочником на всю жизнь? Что помогло жительнице Барнаула добиться установки протеза ноги? Опасные заплывы. С начала года с пляжей забрали уже больше 70 подростков. Трехлапый бродяга из Барнаула обрел семью. Удивительная история пса-рыжика, о котором теперь знают во всем Алтайском крае. Аномальная жара не отпускает жителей Алтайского края. Многие уверены, что лучший метод борьбы с ней – пребывание на пляже и водные процедуры. Так считают и многие барнаульцы. Однако к такому сезонному отдыху нужно подходить с умом, утверждает статистика. За последние три года в водоемах Барнаула погибло 30 человек. Напомнить жителям краевой столицы правила поведения на воде накануне вновь вышли спасатели города и края. Совместно с народной дружиной на острове Помаскин они раздавали памятки и проводили профилактические беседы в основе своей с подростками. Инспектор ПДН выявлял малолетних нарушителей. Согласно закону от девятого года несовершеннолетним нельзя посещать пляжи без родителей. Однако благодаря поправкам этого года присмотреть за детьми может любой взрослый. Если подростка заметили одного, сотрудник полиции проводит беседу и дожидается родственников ребенка на месте либо в отделении. Купание детей в одиночку может привести к штрафу или вовсе к постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Всего с начала года с пляжей забрали 73 подростка. Подобные серьезные меры, по словам специалистов, обусловлены опасным сочетанием жары и воды. Мы на солнышке перегрываемся, у нас температура повышенная, мы окунаемся в холодную воду. Все-таки разница температуры существенная. И получаем, ну не исключены, что какой-то спазм капилляров и так далее, что может привести к спазму головного мозга, может остановиться сердце. Теперь она может гулять, ходить в кино, встречаться с друзьями. Жительницы Барнаула Натальи Чупиной установили протез ноги. Мы рассказывали об этой истории в нескольких выпусках. В апреле женщина обратилась к нам после безуспешной двухмесячной борьбы с социальным фондом, из-за чего процесс установки протеза просто не двигался. Если бы это затянулось еще дольше, мышцы Натальи могли атрофироваться. Она рисковала навсегда остаться инвалидом-колясочником. К счастью, специалисты успели. Какими усилиями и как себя сейчас чувствует наша героиня, расскажет Анастасия Дороган. Вечером еще пойдем, часика. Каждый день Наталья гуляет по несколько часов. Теперь она может это делать. На своих двоих. Да и протезу нужна постоянная практика. Я привыкла как-то вот так ноги ставить. А надо сейчас на ширине ставить, как на палубе, чтобы ничем не зацепиться. Вот самое главное. Потому что я же не чувствую, у меня чувствительности нет. Я чуть вот зацепилась за какую-то нитку и все и завалилась. Протез установили два месяца назад. Столько же времени Наталья боролась с системой, чтобы получить положенную возможность ходить. Многу женщине ампутировали из-за прогрессирующего сахарного диабета. О том, что уже можно устанавливать протез, она узнала сама, обратившись в социальный фонд. Однако там ей предложили продукцию фирмы, расположенной во Владимире. Наталья написала отказ, так как изготовление такого продукта – дело тонкое. Нужны частые примерки, а потом обучение. Но ведомство вновь отправило ее во Владимирскую компанию. Наталья вспоминает, что объяснить свою позицию управляющей соцфонда было невозможно. Женщина так и не смогла попасть на прием и вынужденно обратилась к нам в редакцию. Пожалуйста, дорогие специалисты, подходите индивидуально к каждому вопросу, с сочувствием к человеку, попавшему в такую трудную жизненную ситуацию, как бы еще к молодому, которому не хочется выпадать из жизни, из жизни семьи, ребенка. Ну, еще как бы свое здоровье поддержать, чтобы, пожалуйста, помогайте нам, насколько это возможно. Тем более, если, ну, как, есть все возможности. Спустя неделю после выхода сюжета Наталью пригласили в Барнаульское отделение московского протезно-ортопедического предприятия. В мае она легла в стационар. Два дня ее учили надевать протез, еще месяц – вставать и делать первые шаги. У меня прям как-то второе дыхание открылось. Просто теперь будет другая жизнь. Надо будет осваиваться, учиться. Сейчас протез сам за себя не пойдет. Хотел бы, опять же, поблагодарить вас, телекомпанию «Толк» и Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие за такое отношение, что ей помогли, и психологи, все с ним, как бы, работали. Тоже это со стороны, как кажется, что это просто такое, ну, время идет, как бы, такая ситуация-то не сильно, как бы, простая, а она очень, как сказать, непростая. Успели вовремя. Мышцы женщины не атрофировались. Сейчас ее задача – ходить постепенно, но регулярно. Мне вообще кажется, что я своей ногой иду. Мне кажется, что я прям ступней наступаю и чувствую прям асфальт или там, ну, какую-то поверхность. Прям чувствую, мне кажется, что я еще вообще не могу еще понять, что у меня ноги нет. Прежде Наталья работала в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сейчас вернуться туда она, конечно, не сможет, но и сидеть в четырех стенах тоже. Чем заниматься, женщине еще предстоит придумать. А вот занятием для души уже определилось. Мне теперь хочется в танцевальную студию с мужем, чтобы научиться танцевать. Еще одно желание – полежать на пляже. Но пока она не настолько уверенный пешеход, чтобы пройти на протезе по песку. Впрочем, к новым условиям привыкает не только она, но и супруг. Вдвоем учатся преодолевать кочки и в прямом, и в приносном смысле. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Вторую жизнь получит очередная многоэтажка в Алтайском крае. Уже двухтысячный по счету дом ремонтируют по программе капитального ремонта с участием регоператора. Новенький фасад дома в центре Южного доделают уже в августе. Как жильцам за довольно короткий срок удалось поменять в доме крышу и отремонтировать фасады, и сколько домов нынче обновят в крае, узнавала Юлия Щепина. Такая отделка фасада скоро будет на всей многоэтажке. Это двухтысячный дом в крае, который получает вторую жизнь по программе капремонта с участием регоператора. Кстати, инициаторы – сами жители. Мы в этот дом въехали в 2014 году, зимой. У нас было 12 градусов в квартире. Поэтому мы оперативно начали знакомиться с компанией, которая заведует этим всем, бегать по жителям, спрашивать, что и как. У многих так было в квартире не 12, но там 16-18 градусов. Первое дело, что мы сделали совместно всеми усилиями – это поменяли компанию. И вот с этого момента у нас жизнь изменилась. То есть у нас что-то начали делать, что-то стали менять. Так, ранее в 2018 году в пятиэтажке отремонтировали крышу по программе капремонта. Температура в квартире стала выше на 4 градуса, подчеркивает Надежда Нартова. В этом году очередь дошла до фасада. Удалось даже перенести ремонт с 2024 года на 2023. Для этого собственники обратились в органы местного самоуправления. Комиссия приняла решение в их пользу. У нас стоял ремонт фундамента. Мы поменяли период. И ремонт фасада, потому что уже кладка была нарушена, и люди замерзали. Мы проголосовали за ремонт фасада, капитальный ремонт. Красиво, все довольны. Особенно, когда еще поставили новые окна в подъездах. Вообще, в общем, всем нравится. Кстати, после работ в доме станет существенно теплее. Новый цоколь утеплят и обошьют профильным листом, подчеркивает прораб Николай Мойсов. Приступили к работам в мае. Сначала провели демонтажные работы. Стены штукатурим в два слоя, с армировкой, со следующей покраской. Отливы на окнах меняются. Поменяли окна. Раньше были деревянные в подъездах. Сейчас поменяли на пластиковые. На слуховых окошках, на чердаке ставим решетки, чтобы не попадали голуби. Нас заверили. Материалы используют качественные отечественных производителей. В 2023 году запланирован ремонт с участием фонда капитального ремонта Алтайского края в 304 многоквартирных домах. На сегодняшний год рекоператор отремонтирует по сравнению с прошлым годом на 35 многоэтажек больше. То есть включены в план многоквартирные дома с наиболее востребованным видом работы – это ремонт, замена лифтового оборудования. В этом году будет заменено 165 единиц в 50 многоквартирных домах. Добавим, в 83 домах региона уже завершили ремонт. 260 находятся в работе. А фасад дома на Чайковского – 16 доделают уже в конце августа. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае планируется готифицировать 56 тысяч домов за два года. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко. К слову, сегодня активно готифицируются жители села Новотырышкино Смоленского района. Оттуда наш репортаж. Все, газ запущен, газ в сети. Давайте поприятствуем это событие. Исторический момент. В Новотырышкино завершили строительство газопровода. Теперь в селе появилась возможность подключить почти тысячу домов по программе доготификации. Накануне с рабочим визитом в Смоленский район приехал губернатор края. По словам Виктора Томенко, часто газ формально доводят до населенного пункта, но в реальности может воспользоваться только небольшое количество человек. В Новотырышкино теперь другая история. Вот в данном случае для того, чтобы весь населенный пункт, все село могло, все жители могли подключиться к газу, а это мы считаем еще больше 900 здесь домовладений, значит, потребовалось проложить около 60 километров газопроводов и высокого и низкого давления. Для каждого дома это праздник. Сегодня он у семьи Ветровых. Супруги смогли воспользоваться субсидией на проведение газа и покупку оборудования. Субсидия предусматривает выплату до 100 тысяч рублей. По стоимости это примерно в 5-7 раз дешевле будет. То есть это кратно, то есть это очень, конечно, окупается сразу. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я вам желаю, чтобы это все вам приносило удобство. О расходах. Семья Макуси из Новотырышкино каждый год тратит внушительные суммы. На зиму закупает больше 5 тонн угля. В августе семья планирует газифицироваться. Стабильное тепло в доме. Это очень большой плюс. Микроклимат в доме увеличивается. Для конструкции дома, для здоровья это очень полезно. Поэтому обязательно будем. Кстати, планы газификации Алтайского края на ближайшие годы оказались самыми масштабными среди всех регионов страны. В нашей программе доведение газа до Славгорода и Ярового, до Рубцовска. Газ появится, помимо этих крупных населенных пунктов, в Топчихинском, в Тюменцевском районе, Требрихинский район продолжит газифицироваться, населенные пункты внутри него. Также точно продолжится газификация по нашей большой программе и в Косихинском районе, и в Зональном районе, и в Целинном районе, и в Алтайском районе. Для того, чтобы реализовать то, про что я рассказал, основные наши планы, нужно будет построить около тысячи километров газопроводов. Сегодня в селе заключают договоры с владельцами домов. Отметим, что всего за два года в Алтайском крае планируется газифицировать 56 тысяч домов. Ирина Корчагина, День с толком. История с псом-инвалидом, за который следил целый район Барнаула, завершилась хэппи-эндом. Благодаря участию неравнодушных, рыжику удалось найти новых хозяев. Напомню, в нашу редакцию обратились жители индустриального района, которые были обеспокоены судьбой трехлапого пса. Животное сбило машина. В приюте лапу пытались спасти, но безуспешно. После передержки собаку выпустили в естественную среду, где она прибилась к местному торговому центру. Жители подкармливали рыжика, пытаясь найти ему хороший дом. К счастью, после нашего сюжета его забрали жители родинского района. Сейчас пес обживается на новом месте, у него уже есть своя миска и поводок. Но питомцу еще предстоит адаптироваться к людям. А пока хозяева строят вольер новому стражу дома. В политехе рассказали об уникальном исследовании, которое поможет по-новому взглянуть на срок годности многих продуктов и косметических товаров. Над этим препаратом ученые работают совместно с коллегами из АГУ. Наша съемочная группа заглянула в лабораторию, чтобы узнать подробности. Но пока ученые не готовы раскрыть все секреты. На этот препарат здесь возлагают большие надежды. С марта этого года в политехе исследуют антиоксидантную систему, извлеченную из нетрадиционного растительного сырья. Это ряд высших грибов, которые ранее в России никем не исследовался. Зато эти грибы веками использовали в Китае и в Японии в фармацевтических целях. Вы спросите, что уникального в этих грибах? Ученые поясняют, в них содержатся редкие биологически активные компоненты. Они могут продлить срок годности продуктов без специальных химических веществ. Новая технология сможет использоваться хоть в косметике, хоть в майонезе. Что касается использования этих грибов, я бы сказала, что в России в принципе перечень тех грибов, которые в промышленном производстве активно используются, можно пересчитать по пальцам одной руки. Как правило, мы говорим только про вешенку, шампиньоны. Те грибы, которые заготавливаются дикорастущими, а потом перерабатываются в промышленности, типа лисички, опята и белый гриб, как правило, на этом заканчиваем. Исследование проводится совместно с Алтайским государственным университетом. В АГУ отработали технологические параметры выращивания мицелий этих грибов. Это и есть сырье, с которым работают ученые. Эксперты считают, что препарат позволит по-новому взглянуть на продолжительность жизни многих продуктов. А главное, он будет еще и безопасным. Мы привыкли сейчас к тому, что более дешевые – это компоненты исключительно синтетические, те, которые в том числе могут иметь негативные отдаленные последствия, в частности, те же парабены, про которые спор идет до сих пор. Если мы сможем вместо и антимикробных компонентов, и антиокислителей синтетической структуры вводить исключительно натуральные компоненты, то это будет уже свое определенное достижение в этой области. Свой вклад в это достижение делают и студенты. Они также работают над проектом. Это уходовая косметика, это тоже немало интересно. Конечно, интересно, что из этого получится, но мы ставим высокие перспективы, потому что работа интересная, необычная, и что-то из этого получается. Сегодня в университете проходят лабораторные исследования. Далее экспертам предстоит отработать рецептуру, технологию, и уже в ближайшем будущем препарат принесет свои плоды с долгим сроком годности. Ирина Корчегина, День с толком. Парк «Лесная сказка» стал еще краше. На фасаде административного здания появилась картина «Беспечный ребенок, мечтающий на природе». Автор мурала, аэрограф Николай Замятин поделился историей задумки, рассказал о сложностях работы и даже показал мастер-класс. Подробнее в сюжете. Новый мурал с изображением ребенка появился в парке «Лесная сказка». Автор эскиза и художник Николай Замятин считает, что такой образ счастья и улыбки позволит отразить энергетику детства. Опять же, какие-то холодные вечера. Осенью, проходя мимо, будешь вспоминать теплый летний день и заряжаться энергией. Росписью фасадов Николай занимается три года. В городах и районах края можно увидеть много его работ. Например, космонавт на стене корпуса классического вуза. Он расписывал многоэтажки и детские сады в Барнауле, фасады в Березовке, Черепаново, Рубцовске. Аэрограф считает, важно не потерять целостность картины и добиться законченности. Сложности – то, что масштаб большой. Здесь нужно работать большими пятнами и не всегда углубляться в детали, потому что можно потратить на детали много времени, а общая картина и так и не прорисуется, так и не появится. Соответственно, здесь надо балансировать постоянно, чтобы картина постепенно рождалась, целостно-сна в общем, и постепенно проявлялась, и так же она и выглядела в конце законченной. Это олицетворение беззаботности, совместная задумка Николая и молодежного движения «Первых». Так накануне в парке провели фестиваль, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Мы для себя вообще выбрали историю, что проводим не мероприятие для мероприятия, а для того, чтобы оставлять после себя определенный такой след, где было движение. Мы создаем определенную сеть муравов. То есть это живые рисунки, которые несут за собой определенную и эмоцию, и позитивный образ. Кстати, именно на фестивале по задумке все желающие могли внести свой вклад в создание мурала. В тот день подкачала погода, но ребята все же дождались мастер-класса. Как эмоции? Мне нравится. Ты прям уверена как-то? У тебя есть уже опыт? Нет, я первый раз эту штуку держу в руках. Что касается творчества, у Николая Замятина в ближайших планах украсить улицу Рубцовска и, возможно, еще один мурал появится в центре краевой столицы. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Набирает популярность и в Барнауле. 12 постоянных резидента, а всего в краевой столице стендапом занимается 25 человек. И это даже много в масштабах краевой столицы, уверены сами комики. Уже месяц как стендаперы обрели дом. Мероприятия комедиантов проходят в официальном клубе. Теперь встреч со зрителями больше, что не может не отражаться на атмосфере и качестве юмора. Как и зачем люди приходят в стендап, узнавали мои коллеги. Тусовка стендапа для меня – это первое общество, грубо, здоровых людей. Он не стесняется своей болезни и другим смущаться из-за него не советует. Влад Ворсин – один из 12 постоянных резидентов стендап-клуба «Алтай». Пишет шутки три года, а с появлением стендап дома стал пиарщиком. Должность, говорит, условная. Все решают вместе, помогая друг другу на пути к зрителю. А там у каждого своя цель. Мне было важно и до сих пор остается важным, чтобы люди обращали внимание на меня как на человека прежде всего. И если они могут смеяться над моими какими-то особенностями, значит, они их принимают. То есть они ставят меня наравне с собой. Стал свободнее, это факт, это видно по галстуку. Я начал носить галстуки. Илья Афанасьев – один из самых опытных комиков. Он на сцене пять с половиной лет. На третьем курсе я очень хорошо учился, что я сделал все до четвертого. И у меня на четвертом курсе нечего было делать просто. И я начал, я думал, куда мне поступать. Я хотел поступить в магистратуру на философских факультетах, начал изучать философию. И пришел к тому, что мне надо заниматься стендапом. Комедию воспринимает как ремесло и то, без чего уже не мыслит. Для бэкграунда пожил в Питере и Казахстане. В публике первого, признается, есть набизм и театрализованность. Казахская аудитория чтит традиции и блокирует какие-то обсуждения. А на Алтае все родное, и он не находит для себя запретных тем. Когда у меня был концерт в Биске в том году, мне приходил отец на стендап. У меня про отца где-то минут, наверное, ну семь есть. И там типа не про то, что типа он отличный семьянин, а про то, что типа ну он там жесткий человек и так далее. Ему все понравилось. Потому что отец шарит. Если ты в целом говоришь о чем-то со сцены, допустим, про своих родственников или про своих друзей, это твоя любовь. Но спокойно это принимают не все. Некоторые зрители тоже бывают не готовы к определенным темам или откровениям комиков. Хотя личное в этом деле и цепляет. Сейчас к нам приходит достаточно возрастная аудитория. Есть даже люди, которые приходят с мамами, с папами. К нам приходили люди из органов управления, то есть из администрации к нам приходили, из отделов полиции. Но не с заделом того, что типа проверить, что у нас что-то не так. Но это же, они же тоже просто люди. Они просто такие, о, вечером в стендап, мы сходим, развеемся, послушаем шутки. По мнению Егора Кулагина, запретных тем в комедии не должно быть. Ведь комики не ставят задачу высмеять. Они еще и предлагают решение, объясняет он. В обычной жизни Егор занимается моделированием и дизайном. А вечерами выступает на сцене и заканчивает подготовку первого сольного концерта. Провести черту первого сольника мечтают все резиденты, годами собирая и шлифуя материал. Мы вечно ищем повод для шутки. И это даже в обыденной жизни уже просто стало нормой. Ты с кем-то гуляешь и просто до каждого там слова, действия докапываешься такой. Ты так сделал, ты так сделал. И тебе уже говорят, да хватит просто перестать. Ты не на стендапе. С появлением дома стендап-мероприятий в Барнауле стало больше, а комики не ограничены в творчестве. Этот зал вмещает 60 человек. Надеемся, скоро клубу придется подумать о расширении. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...